Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! Я сегодня нахожусь в городе Дыверь на производстве компании Тройка и котлы Суворов. Почему сюда приехал? Потому что хочу показать вам кое-какие новинки. Видите, какая печушка. Не просто печь, а мега печь для русской бани. Помимо этого, аналогичная печь в облегченном варианте. Но, ребятушки, посмотрите, что здесь. Здесь парогенератор. Разберем чуть попозже. Классическая печь 0,4. Обзор на нее я снимал, есть на канале. И совместное детище компании Тройка и большого ведущего YouTube канала по строительству сам. Что это такое? Разберем чуть попозже. Давайте сейчас начнем с основного. Это с 0,4 печи. Тройка в кирпиче. Что это такое? Это быстросборный экран, куда кирпич закладывается на сухую. Понятное дело, что цветовая гамма кирпича может быть любой. Но смотрится это очень массивно. Ну, в принципе, как и все изделия Тройки. Добавок ко всему, позволяет конвективно прогреть комнату отдыха, ну или комнатку, откуда вы топите эту печь. Что здесь нас встречает? Ох, ребята, посмотрите, какая дверка. Это же просто огонь, а не дверь. Очень красивая дверка. Ох, ах, 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 ах. Оставил бы я ее себе, конечно бы поставил. Так, ладно, смотрим дальше. Продолжение экрана. Кстати, покрашена какой-то сверх модной порошковой краской. Выдерживает высокие температуры, не отслаивается и имеет вот такой вот, знаете, благородный свеча... Сейчас я вам даже покажу такой оттенок с блесками. Ну и, естественно, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть регулировка конвекции. Она находится и снизу, и сверху. Регулировка производится только сверху. Почему? Все очень просто, потому что если перекрытие вверх, то снизу ничего наверх не пойдет. Ладно, теперь заглядываем сюда. Нас здесь встречают вот такие вот заливные отверстия паровой пушки. Насколько вы помните, в 06 они находятся прямо за топочной дверцей. Здесь они вынесены вот сюда. И давайте заглянем вовнутрь. Кстати, дверка опять в редизайне. Красивая достаточно. Открываем, заглядываем. Сейчас я даже подсвечу, чтобы вы все увидели своими собственными глазами. Паровые пушки. Ух! Видите, да, что с камнем происходит? Она просто его превращает в порошок. Поэтому белый кварц в каменку закрытую ставить вообще не рекомендую. Вот такая вот красота. Поехали дальше. По поводу материала. Из чего изготовлена печь. 0,9 ГДВС, 8 миллиметров толщиной стенки. Но каменка, но 20 миллиметров. Соответственно прослужит. Ну, ребята, я думаю, лет на 20 вам точно хватит подобной печи, если не на большее количество. Ну, смотря как, конечно, добить. Патрубок дымохода 159, 160. Кстати, компания «Тройка» одна из немногих, которая придает большое значение именно температуре исходящих газов и сечению дымовых каналов. на моей памяти. Но, пожалуй, это, наверное, одна из трех компаний, которые уделяют этому достаточно большое количество внимания. Ладно, теперь, так как здесь мы не сможем рассмотреть ни парогенератор, ни пушки, переходим на сетку и смотрим внимательно, как устроена здесь система подачи и залива воды в парогенератор. Что касается парогенератора, то здесь честная нержавейка. И если вот эта вот 304 сталь, ну, потому что она везде продается, то внутри, в самом парогенераторе, который находится вот здесь вот, там установлена уже 321 сталь, он достаточно мощный. Обзор на него у меня, кстати, есть. Вы можете посмотреть его, нажав на кнопочку «i», которая вот сейчас вот здесь вот появилась. Что касается объема. Ну, сюда помещается где-то порядка, давайте я вам еще раз подсвечу, чтобы вы сами посмотрели. 100 килограмм камня в легкую. В экран 200 килограмм, как с куста. И обращаю внимание на то, что вот здесь вот расстояние достаточно большое. То есть сюда можно заложить достаточно крупный камень, потому что некоторые все-таки гришат и делают там буквально, ну, сантиметра 4 на самом деле. Поэтому камень туда закладывать сложновато и нужно выбирать плоский. Здесь все это как бы учтено, решено, закладывайте крупный камень. Помимо этого, несмотря на то, что здесь восьмерка, посмотрите, какие ребра жесткости. Это десятка. То есть я не знаю, что нужно сделать, чтобы убить эту печь. Ну, наверное, если только углем топить и очень долго, неделю без перерыва. Это 0.4. Кстати, доскональный обзор на две эти печи. Вы можете посмотреть на официальном канале Печей Тройка у Вадима. Ссылочку подконнекту под это видео. Если получится, вставлю под кнопочку I, которая вот сейчас здесь появится. Обещать не буду, если смогу, то вставлю. Классика 0.4. Обзор делал. Еще раз просто посмотрим. Ну, вот видите, стандартное заливное. Достаточно большое. Все дела. Новый логотип. Ну, ребята, все прям уху-ху-ху-ху-ху-ху. Пока иду к маленькой печи. Котлы суворов. Видел собственными глазами зимой. Греют на ура. Ну, и давайте теперь рассмотрим вот такую печь. Новиночку. С паровой пушечкой. Я правда не понимаю, зачем 304 сталь нужно было красить порошком красным. Ну, наверное, что-то преследовал производитель. И учитывал желание. Кстати. Видите, вот эту вот штучку. Зачем сделано? Для того, чтобы если брызги, если брызги выходили бы вот из этого отверстия, из маленького, они не попадали бы наружу. Я думаю, что где-то это я уже видел. Вот. Но. Но. Что самое главное? Здесь есть еще дожек вторичный, который управляется под дувалом. Как она устроена, вы можете посмотреть также у Вадима на канале. И доскональный обзор на эту печь сделал Турик Жарпарку. Соответственно, на его канале это тоже все есть. Но. Я сейчас хочу зайти в воспитательную лабораторию завода Тройка и поддать парку. Ну, попробовать свои ощущения и передать их вам. Очень важный эксперимент. Посмотрите, сколько здесь дров. То есть печка полна, полным, полно здесь дров горит. И горение достаточно такое интенсивное. Зольник приоткрыт. А теперь давайте посмотрим на дымоход. Видите, какой светлый дым? Вернее, его даже не видно. Почему? Потому что пиролизные газы хорошо догорают. Но. Ребята, нам же что надо сделать? Нам нужно попробовать с нее пар. Сейчас берем ковшик. Печку только недавно затопили, на самом деле. Поэтому все может быть. Так, слушаем. Здесь холодно, поэтому пар видимый. Но по звуку. Чувствуете, да, как идут микровзрывы? Я думаю, слышны были микровзрывы. То есть, все четко. На этой радужной ноте обзор вот таких вот замечательных новинок от компании Тройки, я считаю, завершен. Всего доброго, легкого пара и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.